Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите Династия Оллойд, наших застройщиков. И, как вы можете заметить, мы уже прикупили для нашей Грейс новый агрегат, а именно стульчик для медитирования. Да, по-моему, еще в конце предыдущей серии это с вами сделали, я уже просто немножко подзабыла, что там было, давно записывала. И, как вы можете заметить, Грейс уже сидит и во всю, в общем-то, медитирует. Пытается испробовать свой новый подарочек от Филберта. И, как вы можете заметить, занимается она всем этим в нашем специальном детском домике на дереве. Ну, просто-напросто потому, что здесь вообще-то много свободного места, здесь никого нет, сюда постоянно никто не ходит. И, более того, я, как вы можете заметить, убрала отсюда лишнюю мебель. Тут стояли кресла, столик с телевизором, игровая приставка, еще вот здесь столик для рисования был детский. Ну, в общем-то, все это пока что мы, скажем так, загрузили куда-то в какой-то хламовник. И, в общем-то, теперь наша Грейс всецело может тут ловить дзен. Да, и она уже достигает второго уровня в навыке здорового образа жизни. Я думаю, что Грейс наша будет тут довольно-таки много времени сейчас проводить. Она всерьез задумалась о том, что ей сказала Элифия. Так, говорят, в коктейль-бар сошел кто-то известный. Давайте заглянем. Это, конечно, очень замачивающее предложение, но я думаю, что в 10 утра в коктейль-бар как-то не очень, наверное. Но надо будет чуть-чуть Дию нам, конечно, проведать. Как-нибудь, да, зайти к ней в гости обязательно. Но в 10 утра в коктейль-бар, я думаю, что, наверное, мы пока что откажемся, но на будущее учтем, конечно. И да, наш наследник второго поколения пытается отоспаться, как вы можете заметить. Да, потому что вернулись мы из мира магии очень поздно, если быть точными, очень рано. И начать эту серию я хочу еще также с небольших новостей, ребята. Дело в том, что хотите верить, хотите нет, но вот сегодня воскресенье, и буквально вчера, то есть в субботу, меня повестили о том, что я еду на практику от университета. Да, у меня были с этим некоторые проблемы. Сначала я не могла ее пройти, поскольку у меня были проблемы по здоровью. Но сейчас я подлечилась, и, в общем-то, вчера меня благополучно оповестили об этом. И что я хочу сказать. Практика будет длиться аж с завтрашнего дня. Да, кстати, все это веселье безудержное начинается. И будет длиться аж до 27 августа. Ну, то есть фактически до конца месяца. Буду я далеко, буду за городом. Так, нам уже опять звонят. Здравствуйте. Простите, щедрое пожертвование. Фонд. Ну, ладно, не знаю. Давайте пожертвования сделаем в благотворительный фонд. Почему бы и нет? Нам не жалко. Да, в общем-то, все это веселье будет длиться аж до конца месяца. И уже буквально завтра я уезжаю. И сейчас, вечером, я очень сильно постараюсь записать для вас. Не знаю уж, как получится. Возможно, у меня выйдет только одна серия. Возможно, выйдет две. Ничего не хочу обещать. Но я очень сильно хотела не оставлять вас, скажем так, и не оставлять свой канал пустовать до конца августа. Поскольку мне кажется, что это было бы не очень красиво с моей стороны. Поэтому я решила все-таки попробовать выкроить время и отснять для вас что-нибудь. И да, это будет династия. Надеюсь, что вы не против, потому что в апокалипсис просто так с бухты барахты, конечно, играть не сядешь. Там еще новые правила подвезли. Поэтому нам нужно будет к этому хорошенько подготовиться, чтобы продолжить играть уже по новым правилам. Что такое Грейс? О чем-то она у нас задумалась. Начинают какие-то проблески, наверное, у нее появляться. Какие-то странные звуки она начинает слышать. Ну, давай, медитируй, медитируй. В общем-то, да. Я, честное слово, не знаю, сколько я сейчас смогу отснять. Но я надеюсь, что хоть что-нибудь у меня получится. Поэтому, да, прошу меня простить заранее, конечно. Надеюсь, что вы на меня не обидитесь. И да, не думайте, что я пропала. Нет, я не пропала. Я не хочу больше забрасывать свой канал ни в коем случае. Просто вот так вот очень резко и неожиданно сложились обстоятельства. Прям вот максимально неожиданно для меня, если честно. Ну, и, соответственно, активность на канале из-за этого, конечно, тоже немножко пострадает. Но хотя бы хоть что-то я надеюсь сегодня отснять. И да, в основном это будет, наверное, прокачка. Поскольку нашей Грейс нужно пытаться словить Дзен. Да, я говорила вам, что я бы хотела, чтобы она у нас достигла 10 уровня в навыке здорового образа жизни. И пока что у нас на данный момент мы только-только идем к третьему. Нам очень важно прокачать этот навык. Плюс ко всему, Филберту тоже нужно прокачиваться вот в этом вот обязательно. Открою вам секрет. Хотя, по-моему, уже вам говорила об этом. Но нам нужно прокачаться вот до сюда. Нам нужно прокачаться до виртуоза. То есть до максимально возможного, скажем так, уровня, до максимальной степени. Так, ну что, ты у меня намедитировалась, тебе хорошо. Ну, давай ты, наверное, еще чуть-чуть посидишь. Грейс устала медитировать, елки-палки. Ну, ладно, хорошо. Скажи так. Ну, в общем-то, это было неплохо, но довольно-таки утомительно. Оказывается, медитировать не так-то и просто. А ты что думала? Это и правда не так просто. А как только проснется наш наследник, то я думаю, что что такое? Патриция? Здравствуйте, Грейс. Мы хотим, чтобы вы вступили в наш клуб Dream Team. Что скажете? Нам позвонила Патриция и предлагает, чтобы вы вступили в клуб, который вообще создал наш Филберт. Ну, слушайте, это интересно. Видите, как Патриция Грейс проявляет внимание. Да, очевидно, она что-то там себе надумывает, что-то боится. Хочет разузнать все-таки побольше, есть между ними с Филбертом что-то или нет. Ну, давайте вступим, конечно, да, с удовольствием. Кстати, да, давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот, у нас, получается, Грейс стала восьмой. Можно будет, кстати, нашу Dream Team собрать. Вот, как-нибудь, наверное, на выходных вместе отдохнуть. Почему бы и нет после затяжной прокачки. Да, ну, а Филберт наш, конечно, должен прокачиваться по волшебству, я думаю. И, возможно, мы позанимаемся его жизненной целью. Но не факт, конечно, не факт. Мне кажется, что он еще пока что не пришел к писательству. Мне кажется, что Филберт это тот человек, который придет к этому уже в каком-то более осознанном возрасте, так скажем. Так, и куда-то у меня пошла. Кстати, нам нужно купить лотерейные билетики. Давайте мы это сделаем. Так, а где это можно сделать? Вот, купить лотерейный билет. Обязательно нам нужно поучаствовать в лотерее. А вдруг, а вдруг нам свалится миллион? Ну, мечтать не вредно, как говорится. И Филберт, кстати, тоже как проснется. Ну, он уже, кстати, выспался почти. Нам нужно тоже купить лотерейный билет. Вот, давай, кстати, дорогой, ты уже, наверное, вставай. Хватит тебе лежать. А Грейс я, наверное, сейчас отправлю... Наверное, сейчас я ее отправлю позаниматься хозяйством. Только, да, лотерейные билеты купите. Отлично. Ея скажет, ну, пусть нам принесет это удачу. А если не принесет, то ничего страшного. Главное, участие. Да, будем стараться поддерживать чистоту. Кстати, я хотела вот еще что сказать по поводу, кстати, пыли. Да, и по поводу того, что у нас, у нашего наследника, черта характера... Где это она? Вот неряха. Да, и у Патриции, кстати, тоже черта характера неряха есть, если что. Поэтому в этом плане они такие, можно сказать, родственные души. И я хотела сказать, что в этом плане мне вот видится, если они, конечно, сойдутся, то вот эта парочка видится мне, как, знаете, все такие люди, которым... Вот Грейс у нас чистая частюля. Вот мне она видится чистой частюлей, вот ей прям нравится. Вот какая-то чистота, везде порядок, везде идеально пропылесошено, да, все блестит, сияет. Что касается Филберта и нашей Патриции, то да, конечно же, они не будут заниматься каким-то там захламлением пространства и не будут устраивать дома свалку, это понятное дело, но... О, замечательно, замечательно, просто прекрасно. Ну, давайте, конечно же, мы это безобразие уберем. Но все-таки мне кажется, что это будут те самые люди, благодаря которым в доме у нас поселятся пыльные крыли. Да, мне кажется, что Филберт просто с радостью с ними будет дружить. Да, я думаю, что обязательно у нас на каких-то из этажах будут пыльные крыли. И, возможно, они нам будут что-то приносить. Ну, потому что, правда, мне вот... Вот эта вот парочка мне видится как люди, которые, так, не особо, знаете, заморачиваются на чистоте. То есть, ну, как бы прибрано, да, в общем и целом аккуратно, ну и, в принципе, на этом достаточно. То есть, без фанатизма такого. Вот. У нас сейчас благополучно сломалась сушилка, да, поэтому я так подозреваю, что тому белью, которое там было на сушке, хано, и нам придется его перестирывать, как обычно. И у нас тут предлагают тот самый сосед с дрелью, что Филберту нравится механика. Вот уж не знаю, если честно, нравится ли ему механика, мне кажется, что как-то не особо, что он у нас больше такая, знаете, душа поэта. Вот, то есть, как соседа, того самого соседа с дрелью, я его не особо вижу, если честно. Так, лепи снеговика. Ага, понятно, понятно, хорошо, Филберт у нас хочет развлекаться. Филберт у нас не хочет тренироваться в магии, а кому оно надо? Как бы Филберт у нас хочет развлекаться. Ну, может быть, я исполню твое желание. Как бы, кто знает, кто знает, посмотрим на твое поведение. А знаете, что я подумала, ребята? Нам ведь сегодня звонила Патриция и приглашала в наш клуб Грейс, да? И я так подумала, в принципе, мне кажется, что... Ну, да, относительно недавно мы собирались с нашими друзьями, потому что мы отмечали день рождения Филберта. Но, знаете, вот что-то и он у нас как-то заскучал, да? И все эти события, связанные с магией, связанные с Грейс, вообще никому ничего не ясно. Мне кажется, что ребята уже немножко так подустали от какой-то рутины, от пребывания дома, потому что довольно-таки большое количество времени уже прошло с тех пор, как начался весь этот замес. Ну и к тому же, знаете, я вспомнила довольно-таки известное выражение, среда это маленькая пятница, да? Поэтому я, в общем-то, решила, что давайте мы сегодня сходим с вами в бар вместе с нашей Дримой Тимой. Я здесь уже выбрала клубные действия. И также вместо встречи я выбрала специально... Я не выбирала специально какой-то определенный бар, я нажала на любое заведение бар. То есть я так полагаю, что Симы сами должны выбрать, куда пойти. И мне очень интересно, что выберут наши члены Дрим Тим, поэтому я предлагаю, чтобы наша Грейс пришла домой, да? Она у нас вышла на прогулку с Нори. Кстати, Ярни Флекс. Здравствуйте. А, кто... Подождите, Ярни Флекс. Что-то знакомое. Это сын Флекса, наверное, да? Был какой-то у нас Флекс, если я не ошибаюсь. Опа! Тетя Дия. Здравствуйте! Слушайте, Дия нас не дождалась и пришла вместе с нами. Дия, скажи что-то, Филлер, ко мне довольно давно не заходил. Я и не знаю, что случилось. Ничего не знаю, что там у них происходит, что там с Грейс вообще, как там дела. Слушайте, давайте мы поздоровим себя, конечно, с Тетей Дией, вот, пригласить войти. И скажем ей, что мы обязательно к ней зайдем. Знаете, когда зайдем? Зайдем, наверное, завтра. Зайдем мы, наверное, в гости к ней в четверг или, может быть, в пятницу. Вот, главное, чтобы она до этого дожила, потому что я, если честно, не знаю, сколько там ей осталось. Так, заниматься все, хватит заниматься магией. Да, я Филберта немножко заставила волшебством позаниматься. Все-таки, а как иначе? Приглашайте людей войти. Все правильно. Филберт, ты давай готовься встречать гостей дорогих. Да. Готовься встречать гостей. Лучше иди сюда. Да, вот. И... Тетя Дия, здравствуйте. Здравствуйте, Кейлайди. Пожалуйста, входите. Да, да, спасибо, Грейс. Я так соскучилась по Филберту. Так давно он ко мне не заходил. Слушайте, такая милашка. Я просто балдею, конечно. Так, Грейс, иди сюда. Наверное, присядь. Вот. Ой. Так, это что такое? Так, я, конечно, все понимаю. Слушайте, вот началось, да? Вот началось. Вот это вот свободная любовь. Боже мой, какой кошмар. Какой кошмар. Давайте вы больше никогда не будете так делать. Я вас просто умоляю. Слушай, Грейс, я надеюсь, что ты этого не видела. Да, Грейс у нас не видела. Будем считать, что тетя Дия, ну, все-таки уже старенькая. Все-таки, как бы, да. Уже все понятно, уже возраст. А будем считать, что она просто так подошла, знаете, близко к Филберту. И такая, ну что, дорогой мой, как тут у тебя дела? Как там? А как там Грейс, да? Будем считать, что она как-то намекает на то, каково ему живется рядом с такой молодой красивой девушкой. В общем-то, в одном доме Филберт у нас такой, да, как бы, да все нормально. Филберт у нас не понял. Ой, слава богу, что он не понял. Потому что, слушайте, какой кошмар. Конечно, как я терпеть не могу эту свободную любовь? Надо нам ее отменить. Все-таки будет, потому что, ну, это ненормально. Ненормально. Это просто ненормально. Так, скажи, тетя Дия, я безумно рад вас видеть. Да, вы не думайте, я обязательно загляну к вам в гости. Я как раз об этом сегодня думал. Вот, у нас все в порядке, а вы как поживаете? Вы не думайте, я вас вспоминаю постоянно. Да, все, у меня все хорошо, все нормально. Вот, дочура подросла, красавица, вылитая вся в меня, только кожей, цветом кожи в папку пошла. Жалко, конечно, ну да ладно. Все равно она у меня красавица. Ну, ты заходи, заходи. Я решила уж сама зайти, а то тебя не дождешься, в общем-то говоря. Так, ну что, за молодой человек я вижу. Ты вырос такой довольно-таки симпатичный. Что, а как там на личном фронте? Нету никакой дамы сердца, еще не нашел в себе приключений. Скажу, ой, тетя Дея, давайте об этом не будем. Мне сейчас немножко не до этого, если честно. Да, тетя Дея у нас такая в шалом настроении. Знаете, седина в хвост, бес в ребро, все понятно. Так, давайте скажем тете Дею, что мы обязательно, обязательно к ней зайдем в гости в ближайшее время. Вот, и давайте, наверное, обнимемся, да. Да, вот, обнимемся на прощание. А Грейс у нас, да, у нас, в общем-то, все готовы, все одеты. Сейчас уже будем выдвигаться в бар. Я думаю, что на пару часиков сходим, почему бы и нет. А, да, спасибо огромное, что зашли, я безумно рад вас видеть, вы не обязательно ждете меня в гости в ближайшее время. Ну, хорошо, хорошо, так уж и быть, ты уж ко мне залетай, а то, я не знаю, подумала уже, что совсем забыл про меня. Да нет, что вы, не забыл, ни в коем случае не забыл. Да, Филбер у нас, наверное, немножко побаивается, думает, это было так странно. Это было так странно, тетя Дея, что с вами? Все в порядке, просто свободная любовь, Филя. Просто свободная любовь, надо ее отменять, потому что это не дело. Ну, я очень рад вас был видеть, да, обязательно ждите нас в гости с вкусняшечкой, как всегда. Ну, хорошо, хорошо, дорогой, ловлю тебя на слове, жду тогда, да, и с дочуркой моей увидишься. И ты же не видел, какая она подросла, ну и красавица подросла, обязательно должен с ней познакомиться. Да, хорошо, без проблем, без проблем. Так, все, давайте тогда будем уже отправляться, начать собрание. Ну что, ребята, мы прибыли, и посмотрите, в какое место выбрали наши ребята. Я здесь ни разу не была. Это, я так понимаю, мы вообще в Эвергрин Харбор, да, находимся. Слушайте, как прикольно. Мне вот все-таки действительно понравилась эта вот функция, да, то есть когда вы просто берете и выбираете вот именно любое место, да, допустим, любой парк, любой пляж. И получается, что Симы сами выбирают, где они, скажем так, хотят отдохнуть и устроить собрание клуба. Вау, здорово. Тем более, что я в этом баре ни разу не была. Я вообще его увижу впервые в жизни, откровенно говоря. И это прям очень интересно все, это прям очень интересно. Тут у нас, я так полагаю, шипучка какая-то, да, интересно, с чем. Ладно, ладно, да, давайте уже будем снимать игру с паузы, конечно же. Так, заходите к местному бармену, поделитесь сегодня вечер призраков. Прекрасно, вечер призраков. Так, и воздух у нас, конечно, я так полагаю, тут не очень, Симы закашлялись. Так, ну давайте тогда не будем здесь долго находиться. Давайте пройдем уже скорее к бару. И так, 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 заказать напиток. Так, заказать напиток для группы, вот так вот. Сейчас будем все вместе отдыхать. Давайте, может быть... Вот начинается пикантная лама, туманная... О, давайте туманный ветер, слушайте, люблю этот коктейль. Да, давайте все, проходим, проходим, не стесняемся. Грейс, ты... А ты что в спортивном костюме? Ты же не в спортивном. А что ты тут в спортивном? Странно, странно, ну ладно. Так, у нас тут сестрички обнимаются, все. Просто прекрасно. О, смотрите, а Ник у нас уже со стаканом. Ник у нас уже успел где-то надыбать стакан. У Ника все хорошо, у Ника все прекрасно. Давайте с ним, кстати, пообщаемся. Например, поделимся фотографиями какими-нибудь. Узнаем получше, конечно же. И вообще со всеми ребятами пообщаемся. Слушай, Ника, ты откуда взял стакан? Ага, отлично, ты ему фотки показываешь. Замечательно, здорово. У Ника у нас дальнозоркость, судя по всему, как я понимаю. Так, и почему вот у них на иконках тут такая странная одежда? Ладно, ладно. Что-то с игрой происходит, очевидно, у меня. Ну да ладно. Так, нам, пожалуйста, да, туман и ветер, потому что мы сегодня хотим отдохнуть. Среда это маленькая пятница. Я привел сюда своих друзей. И хочу отлично отдохнуть и провести время. Ну что, сестрица, расскажи, как у тебя дела? Дэниел, расскажи, как ты? Все ли у тебя все хорошо? Да, все в порядке, Филберт. Вы там как с Грейс поживаете? Да, у нас тоже все прекрасно, правда? Патрица нас такая слушает и говорит, ну, все прекрасно, да? Да, как у вас там, все ли хорошо? Все, в общем-то, прекрасно. У нас еще и вечер привидений сегодня. Просто замечательно. Просто замечательно. Так, давайте все налетайте на коктейли. Так, а тут, я полагаю, у нас действует вот эта вот ерунда с шарами, вернее, с кубами будущего, да? Ну понятно, везде свои законы, конечно, странные. Ну да ладно. Ой, да, у нас все замечательно. Спасибо большое, Филберт, что пригласил. Я вот как-то... Что-то за пятно не надо. Давай мы с Патрицией что? Что мы скажем? Патриции, давай, может быть, анекдот ей какой-то. Вручи смешной подарок. А что так мало действий? У меня один вопрос по отношению к Патриции. Как-то странно заключить в объятия. Ёлы-палы. А что это у тебя тут такие действия странные? Слушайте, вот здесь вот как бы нету, а у Патриции заключить в объятия. Видели, ребята? Видели? Я... Я ж ничего не делала. Вы прекрасно видели, что я ничего не делала. А у него появилось что-то заключить в объятия. Ну-ну-ну-ну. Ну, в общем-то, как продвигаются ваши дела с Грейс? Узнали новое что-нибудь? Как там у вас дела? Как с ее способностями? Я слышала, что она хранитель времени. У нас в мире нету такого человека. Она у нас первая такая получается. Скажи, Филберт. Да, не особо. Не особо много чего мы узнали на самом-то деле. Ну что, как вам, друзья, отдыхается? Хорошо? Хорошо вам отдыхается. Так, ну, а что, собственно говоря, в чем проблема, Филберт? Что случилось? Да, проблема в том, что Грейс, она, понимаешь, никогда в жизни не активировала свои способности. И вот сейчас так вот с бухты-барахты это не делается. Поэтому мы сейчас пытаемся просто разобраться, как ей это все, как ей познать себя, как ей смочь начать контролировать время. Это, как оказалось, совсем непросто. Поэтому, да, работаем над этим, работаем. Надо еще разобраться с тем, кто ее семья, почему мы никогда о ней не рассказывали ничего о Грейс, о том, какой силой она обладает. Так, у нас Филя сейчас уписается. У нас сейчас произойдет конфуз, если мы срочно с этим что-то не сделаем. Так, отлично, у нас тут есть санузел. Просто замечательно. Я так понимаю, что он без разделения по кендерной принадлежности. Это просто прекрасно. Так, ну давай тогда сходим. Все, хорэ, хорэ пить, дорогой мой дружок. Вот, Грейс наконец-таки присядет. Сейчас давай пообщайся, пообщайся с друзьями, похвали наряд. Может быть, вот, обсуди интересы. Искренний комплимент скажи, Кири. Вот, правильно. Ой, Патритис, большое спасибо, что пригласила меня в этот клуб. Мне очень приятно. У Филберта действительно такие хорошие друзья. Все такие дружелюбные люди. Очень приятно с вами общаться. Да, не за что, я подумала, как это так. Ты же и живешь с ним вместе, и он тебе так хорошо отзывался. А в клубе у нас до сих пор тебя нету. Непорядок, непорядок. Да, действительно, что-то мы за ламы такие сразу не пригласили Грейс в свой клуб. Вот, отлично, отличная идея, Патриция, молодец. Так, дорогой мой, ты там доковалял? Ты еще... Ага, все, отлично. Конфуз отменяется у нас. Так, у нас Мимси тут тусуется. Мимси пришла прокинуть стаканчик другой. Просто прекрасно. А тут у нас Митчелл Калани. Ёлки-палки. Феликс сойдет. Кто это? Я не знаю, кто это. Интересно, конечно, интересно. Так, Сара у нас танцует. Сара у нас просто молодец. А это что? Танцевальный навык. И ты хочешь потанцевать, да? Ага, хорошо. Ну, потанцевать, это, конечно, замечательно. Вот. Но, может быть, мы еще пообщаемся все-таки как бы с Патрицией. Спросим о карьере. Может, она все-таки устроилась куда-нибудь. Так, а ты давай пообщайся. Да, пообщайся, конечно же, с Майклом. И я хочу, чтобы ты с Ником тоже поддерживала хорошее отношение. Вот, может быть, расскажи о них вот про политиков. Только аккуратно. Смотри аккуратно, не дошутись. А то политика это такое, конечно, дело опасное. Так, Филбит, давай, скорее, скорее кабанчиком сюда метнись. Быстренько, быстренько. Так, а у нас привиденчики, смотрите, тусуются вместе с Юмико Танако. Да, у них тут свое безудержное веселье. Я так смотрю. Слушайте, так прикольно. Прям вообще своя особенная тусовка. Я так понимаю, что Юмико у нас такая любитель всего потустороннего, спиритического. Ну нет, она уже решила ориентироваться. Может быть, не такой уж она и любитель. Филбит узнает, что Патриция голодная художница. Да ладно, у нас Патриция устроилась художницей. Ничего себе, ничего себе, какие заявочки. Патриция ты на работу устроилась. Да, Филбит, знаешь, надо же все-таки как-то зарабатывать. Да. Вот я полностью согласна говорить на закрессе. Тоже подбиваю Филберта, что пора бы нам уже найти какую-то работу. А то это не дело. Тем более, с учетом того, что нужно отстроить ему здание. И, возможно, даже не одно, как бы, да, вы планируете даже не одно здание, удивляется у нас Ник. Ну, я, конечно, не знаю. Но у Филберта там какие-то грандиозные планы. Он очень хочет не подвести свою семью, своего отца. Да, я думаю, вы сами знаете прекрасный его характер. Вы же с детства с ним дружите. Да, Ник у нас говорит, Филберт такой, и Филберт, это правда. Ой, это так здорово, что он пригласил тебя переехать. Ты такая замечательная девушка, такая дружелюбная вообще. Филберта просто молодец у нас. Да, короче, Филберт, тебя захваливает прям как на дне рождения, ею богу. Ну, заслужил, заслужил. Мне кажется, что он у нас заслужил такой похвалы. Правда же, Патриция, да? Правда, Патриция у нас во все глаза на Филберта смотрит. Смотрите, такая миленькая, господи, я прям не могу. Давайте все-таки с ней пообщаемся. Ну, что, Патриция замуж еще не планируешь там выходить. А с чего ты-то вдруг интересуешься? Да просто так. Ну, все-таки ты как бы девушка красивая. Может, нашла себе уже жениха какого. Ну, как только найду, я тебя обязательно об этом сообщу. И на свадьбу приглашу. Да, будешь там главным свидетелем, я думаю. О, ну хорошо, хорошо. Да, Филберт у нас думает. Ну, понятно, понятно. Значит, парня у нее нету. Это вроде как хорошо. А вроде как и почему бы и нет. Такая красивая девушка, как это без парня ходит. Как это так? Давайте анекдот про инженеров ей какой-нибудь расскажем. Филю нашего попустила. Стало намного веселее. Чего я несказанно рада. Так, у нас уже, на самом деле, 12 ночи. Поэтому я думаю, что мы уже, в принципе... Так, что это такое? Хихикать. Серьезно? Тебя насмешило привидение? Обалдеть. Хихикающее привидение. А-а-а. Пакостное привидение может пощекотать чувство юмора любого персонажа. Обалдеть. Это у нас Феликс с Айдиды, да? Я так понимаю, тут проказничает. Ну, прикольно, прикольно. Слушайте, развеселили у нас привидения наших ребят. Дружелюбные привидения тут собрались. Это, конечно, круто. Так, ну что ты? Что ты? Давай еще пару ласковых скажи Патриции, да? И я думаю, уже можем вполне себе уходить. Потому что время опять уже довольно-таки много. Так, что там такое? Что тебе выпало такое, что ты плачешь? Патриция, даже не вздумай плакать. Все хорошо. Так, давай душевно поговорим. Вот, Крейс. А, ты с Ником продолжай общаться. Шутку для своих. Вот, почему бы и нет. И, и, и. Так, и что еще? И что еще? Тоже спроси его о карьере. А вдруг что? Так, ну, отлично. Мы тут травим анекдотики. Все отлично после тумана и ветра. Я думаю, вообще они, ну, ура, у нас просто заходит. Слушайте, а мне нравится этот бар. Получить национальный навык. Отлично. Мне нравится этот бар. Такой, знаете, такой вот уютный. Какой-то такой, как сказать, домашний, возможно, атмосферой. Мне вот он реально понравился. Я здесь вот впервые как бы тусуюсь. И впечатления только хорошие. Так, и кто у нас Ник? Ник у нас работник торгового зала. Купи-продай. Ага, понятно. Наверное, продает те картины, которые Патриция рисует. До сто процентов. Так, и у нас Грейс стала очень игривая. Вот сейчас, конечно, надо за этим внимательно следить. А ты у меня как? Ты просто игривая. Ясно. Хорошо. Значит, за Грейс у нас сейчас дополнительное наблюдение. Ты знаешь что? Иди пока, наверное, сходи вот сюда. И, наверное, ей, наверное, ей попробовать успокоиться. Я, конечно, понимаю, что привидения это очень забавно. Особенно, когда они игривые. Наверное, там что-то вас щекочет где-то. Но все-таки так. Хихикать. Не-не-не. Не-не-не. Не надо хихикать. Слушай, успокойся, дорогая. Я тебя умоляю. Так. Ну что? Давайте, наверное, уже будем закругляться. Дать совет по ремонту. Я думаю, что Патриции не нужен совет по ремонту. Так. Обнять Грейс у нас хочет Филберт. Боже мой, какая милота. Давай. Давай уже будем, наверное, тогда прощаться со всеми. Может быть. Может быть. Душевно вот поговорим. И я хочу, чтобы мы обнялись. Наверное. Вот. Мне кажется, что это будет очень миленько. Давайте обнимем тех, кого сможем. Да. И все. Будем уже заканчивать наше собрание клуба. Вот так вот обнять. Так. Отлично. Ну что. Скажи спасибо большое, Патриция, что позвонила, что пригласила. Мне очень было приятно провести с вами время. И с тобой тоже, в частности, конечно же. Ой, это не за что. Я всегда рада Филберту. Да. О. Какая милота. Господи. Такая вот няшка-милашка. Вообще не могу. Я даже знаю, что у нас на превышечку пойдет. Вот этот кадр я, пожалуй, на превышечку и поставлю. Ну, очень-очень мне нравится, как это все выглядит. Ой. Я случайно нажала на пробел. Но окей. Буду знать, что это хоткей. Отлично. Так. Все. Давайте тогда уже будем прощаться. Вот так вот замечательно. Патриция у нас счастливая. Улыбается во все 32. Просто прекрасно. Так. Ник. Очень рад был тебя видеть. Да. Зови. Я тоже была рада. Это было здорово. Так. Грейс, ты, наверное, тоже? А. Ты там. Отлично. Ты там проводишь время в уборной. Хорошо. Так. Давай тогда еще. Вот. Попрощаемся. С нашим двоюродным братом. Да. Обнять можем. Отлично. Давай обнимем. Вот. Всех, кого можем. Сейчас всех обнимем. С кем не можем, наверное, тогда просто попрощаемся. А. Можно всех обнять. Да. Я так понимаю. Ну, это даже замечательно. На самом-то деле. И это очень хорошо, если мы можем всех обнять. А. Очень приятно. Так. Отлично. День лотереи пошел успешно. А. 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 Когда мы там узнаем, если честно, не помню, выиграли мы или нет, когда мы об этом узнаем? Ну, ладно. В общем-то, будем ждать. Все, ребята. Так. Что это такое? Смотреть. Ну, правильно. Посмотри на картину, но привидения не смотри. Не на тебя дурно влияют. Все. Давайте тогда будем заканчивать это бурно. На веселье. Потому что опять мы сейчас домой только под утро вернемся. Как я понимаю. Да. Поэтому давай, дорогой мой, вызывай таксо и будем уже отправляться домой. Вот. Отлично. Ребята уже как раз уходят. Вот. Берем с собой Грейс, конечно же, и отправляемся к нам домой. Вот так вот немножко скоротали вечерок в баре, открыли для себя новое место встречи. Я так понимаю, это вот здесь было, да. Мне очень здесь понравилось, ребята, честно вам скажу. Очень уютно. Очень классно. И я надеюсь, что вам тоже понравилось, как мы скоротали с нашими ребятами вечерок. Ну и увидимся, когда уже будем дома. Нет, ну вы просто посмотрите на эту довольную мосью. Особенно вот здесь. Да и вот здесь тоже. Мне кажется, что у него все на лице написано, что вечер удался. Да, вечер удался, компания была более чем приятная. Грейс тоже у нас довольна, в принципе, что так получилось скоротать вечерок. Да, и оба они уже у меня убиты и уставшие, поэтому я их сейчас безоговорочно буду отправлять по кроваткам, конечно же. Да, и я думаю, что на этом уже я буду с вами прощаться, с вашего позволения. И я надеюсь, что вам эта серия понравилась. Буду очень рада, если это так. Спасибо огромное вам за просмотр, за то время, которое вы мне уделили. Увидимся с вами совсем скоро. Да, не теряйте меня. Обязательно будут новые серии по династии по апокалипсису, но чуть попозже, к сожалению. Надеюсь, что вы меня поймете. Ну, пока что. Всем всего хорошего и пока-пока.